Пункт 19. Взаимоподписка. Забудьте про взаимоподписку и не пользуйтесь этим бредом. Во-первых, взаимоподписка запрещена правилами YouTube. Во-вторых, это по сути накрутка. Когда вы говорите, подпишись на меня, я подпишусь на тебя. Вы же не будете смотреть видео друг друга. Это просто набивание подписчиков, которые не проявляют активность, ничего не приносят. Поэтому вместо взаимоподписки практикуйте коллаборацию, практикуйте сотрудничество с другими авторами, обмен аудиторией зрителей, а никак не друг друга подписать на канал и потом отписываться. Не используйте взаимоподписку, это полная хрень. Резюме такое. Пункт 20. Это поиск секретных технологий YouTube. У меня на канале, да и в принципе, многие люди интересуются, так, мне нужна какая-то фишка секретная, вот чтобы ролик набирал, ну хотя бы 100 тысяч просмотров. Вот сразу, мне его надо как-то так оптимизировать, чтобы я вот сегодня его загрузил, завтра зашел, смотрю, а там уже 100 тысяч просмотров. Ну есть же такая фишка, ну там расскажи мне, может там, не знаю, программу какую посоветуешь, или может там есть какой-то прием такой оптимизации, типа, вот я сейчас такие теги пропишу, и все, и ролик у меня сразу 200 тысяч просмотров наберет, там и тысячу подписчиков принесет. Ребята, не нужно искать какие-то секретные технологии, нужно систематически работать в выбранном направлении, применять те рекомендации, которые я вам даю, и у вас будет эффективное поэтапное развитие. Не нужно тратить время на поиск каких-то секретных суперфишек, там кнопки бабло в интернете, или кнопки сделать крутой канал. Нужно именно систематически работать. И если где-то в каких-то каналах у вас есть вопросы, как же так он набрал, вот у него там три ролика, и на каждом по миллиону просмотров. Наверное, он что-то знает. Как бы мне такое же узнать? Ну, во-первых, вы же не знаете, каков механизм там был, может он денег в рекламу потратил немеренно, может он накрутил эти просмотры. Накрутка не нужна вам, потому что накрутка это очень рискованно, и она реально не дает эффекта. То есть вы там накрутили на один видеоролик, но от этого у вас аудитория живой не прибавилась, то есть вас потом смотреть не будут от этого. Поэтому важнее систематическая работа привлечения живой активной аудитории, которая в дальнейшем будет вашим основным достоянием, и не только источником трафика, но и лояльной такой составляющей теми зрителями, которые любят вас, которые готовы помогать вам, смотреть вас. И даже могут скинуться вам на какую-то поездку, если вы там куда-то соберетесь отправиться, или скинуться вам на хороший микрофон, или, не знаю, там помочь что-то сделать. Это очень важно на самом деле. Главное грамотно использовать этот ресурс вашего канала.